Здарова, народ! Добро пожаловать на канал Миклуха Макфлайз. Сегодня речь пойдет о ножах, о ножах Victorinox, моих любимых ножах. Собственно, передо мной моя небольшая коллекция. Здесь их достаточно много, есть и больше, на самом деле, коллекции. Какими-то я пользуюсь редко, какими-то чаще. Однорядники, двухрядники, трехрядники. Но сегодня, друзья, я наконец-то купил себе самый главный нож Victorinox. Это Victorinox Swiss Champ. И прямо сейчас буду о нем вам рассказывать. Погнали! Итак, друзья, вот такая вот коробочка. Сейчас я при вас буду распаковывать и показывать все 33 функции этого ножа. И у него их именно столько. Нож, кстати говоря, пришел ко мне уже неделю назад. Но я тянулся. Не было времени снять обзор. И, соответственно, я им не мог пользоваться, пока не снимал обзор. Я отдал себе зарок, что не буду им пользоваться, пока вам не покажу, дабы не испортить. На самом деле, я его достаточно долго хотел себе приобрести. И последние лет, наверное, 5 я мечтал о таком ноже. Но как-то то жалко, то думаю, да зачем вообще? Вот так выглядит он в коробочке. В отличие от обычных Victorinox. Здесь, во-первых, коробочка вот так открывается. В остальных там несколько проще. И вот такая инструкция для понимания. Обычные ножи Victorinox не свистчем пойдут вот с такой бумажкой. Где написано, как вымыть. И написано, как смазывать. Ну и, собственно, как работает открывашка. Вот здесь инструкция побольше. Здесь она цветная. Много фотографий. Буквально про каждый из инструментов написано, как и более 33 инструмента. Видите? Вот. Здесь еще одна. Ну тут прям красота. Видно, да, что премиум класс. С другой стороны, друзья, премиум класс. Но стоит ножик 5 тысяч рублей. Ну по-разному. На разных сайтах по-разному. Я покупаю за 5 тысяч рублей. Купил. Вот. Кому интересно, где, пишите в комментариях. Расскажу. Вот. А так вот только что открыл сайт, чтобы уточнить какую информацию. Ну просто первый попавшийся. Там он стоит 8 с половиной. Представляете, какая разница? Так. Это посмотрели. Это неинтересно. Сам ножик. 91 миллиметр. Это самый большой из стандартных офицерских ножей. У него 9 рядов инструментов. Вот. Удобно или неудобно. Я вот, кстати говоря, из-за чего тянул с заказом такого ножа. Я думал, будет неудобно. Будет как просто какой-то кусок мыла в руках. Но на самом деле, в принципе, достаточно удобно он в руку ложится. Хотя у меня не самая большая рука на свете. Вот. Поэтому, если думаете купить себе такой нож. И думаете, надо или нет. Будет он большой для вас или не будет он большой. Уверяю вас, все нормально с этим делом. Так. Пройдемся. Первый ряд инструментов. Классический нержавеющий клинок Victorinox. Длиной 61 миллиметров. И маленький запасной клинок. Видите, все в масле. Все новенькое. Класс вообще. Вообще класс. Это первые два инструмента. Нужны они? Ну, большой нужен. Маленький реже нужен. Во всяком случае, это я сейчас просто буду говорить свое личное мнение. Здесь у нас пила по металлу, напильник. Но чаще всего эта штука используется как пилка для ногтей. У меня уже есть нож с таким инструментом. Я его специально покупал. Знаете, для чего мне нужен этот инструмент? Я собираю велосипедные шильдики. Так вот, он мне нужен для того, чтобы приехал во скупку металлолома, увидел какую-нибудь раму от велосипеда и спилил от него шильдик. Сам шильдик не портится. Шпиньки пилишь и снимаешь. Вот. Это второй ряд. Третий ряд инструментов. Пила. Пила. Штука в Викториноксе. Действительно классная. Кто, друзья, знает, кто пользовался, меня прекрасно поймет. Деревяшки диаметром до 10-12 см спокойно пилит. Пилит хорошо. Не застревает, потому что здесь толще. На облаке она потоньше. И, соответственно, чтобы она застряла, я точно надо постараться. В общем, пила Викторинокса. Штука. Действительно классная. Вот этот инструмент. Я не знаю, зачем. В смысле, я знаю, это что-то рыбацкое. Это шкурит рыбу. Снимать чешую. Это вытаскивать крючки. И здесь есть линейка. С одной стороны дюймовая, с другой стороны сантиметровая. И я вот, когда готовился к этому обзору, думаю, ну, скажу про это инструмент. Я думаю, что это бесполезное инструмент. С другой стороны, да, сейчас скажу, что бесполезное окажется потом, что это самая нужная вещь вообще. Потому что, вот, на самом деле, мы летом увлеклись сыном рыбалкой. И доставать крючки из рыбы – то еще приключение. Вот. Я думаю, что так будет гораздо удобнее. Но пока не использую этот инструмент, сказать ничего не могу. Следующий ряд – это ножницы. Ну, лично для меня это самый используемый инструмент в ножах Викторинокса. Вот, видите, он весь в масле. Первый раз открылся. Это ножницы. Они потрясающие. Они классные. Они великолепные. Посмотрите любой обзор. Почитайте любую статью. Вот. Все самые хвалебные отзывы о ножах Викторинокса. Я однажды в своей жизни испортил ножницы Викторинокс. И то они до сих пор работают. Как это было, я взял вот этот нож. Вот. Но здесь ножницы функциональные до сих пор. Но они так вот как-то вот с трудом стали работать у меня. Как я их испортил? Я отправился за облепихой и срезал этими ножницами вот эти веточки облепихи, чтобы потом дома уже собрать плоды. Вот. Я их срезал. Несколько килограмм самой облепихи, в конце концов, собрал. И ножницы подтупились. Но до сих пор режут хорошо. Так что, друзья, ножницы Викторинокса – вещь действительно очень крутая. Так. Следующий ряд – это у нас пассатижицы. Пассатижицы. У меня не было Викторинокса ни одного до сих пор с пассатижами. Вот это первое. Здесь, кстати говоря, да, почему 33 инструмента вы сейчас можете пересчитать. Тут еще специалист Викторинокса вот что считает. Вот, например, видите, вот здесь кусачки маленькие. Проволочка прикуская. Это инструмент. Да, это вот пассатижи, плюс это два. И здесь вот уголочек, видите, вот такой. Это для обжимания контактов. Это вот третий, например, инструмент. То есть они каждую мелочь, ну, что можно использовать, они считают вот как бы себе в актив инструмент. Следующий ряд – это у нас вот такая крестовая отвертка Philips. Хорошая, полноразмерная, относительно. То есть можно зарезть глубоко и достаточно удобно крутить. Отвертка. И за отверткой – лупа. Ух, долго я готовил эту шутку. Лупа классная. Лупа прям увеличивает. Так, что-то я ее засявку. Вот. Не знаю, нужна ли мне лупа. Ну, как бы я же планирую до старости пользоваться ножами Викторинокса. Может, старости пригодится. Может быть, огонь разводить. Я не знаю, честно, но... Но прикольно. Но прикольно, если я хотел ножик именно с таким инструментом. И здесь у нас два совершенно стандартных, обычных инструмента Викторинокс. Открывалка раз, открывалка два, отвертка раз, отвертка два. И здесь вот эта штука для зачистки, для снятия изоляции с проводов. Вот. Так, это, что касается основного ряда. Здесь заводное кольцо. Это тоже Викторинокс считает инструментом. Едем по спинке. Шило. Видите, первый раз достал. Блестит от масла. Шило, развертка с отверстием для шитья. Очень удобно ковырять какие-то дырки. Дырки. Сейчас скажут, что это отверстие. Нет, нет, нет. Тут прям дырки. Крючок. Самый бесполезный инструмент Викторинокс. Это дань традиции. Они его пихают во все ножи с ножницами. То есть, если в ноже есть ножницы, то на обратной стороне будет такой крюк. Изначально эта штука нужна была для того, чтобы таскать. Почтальоны в армии должны были таскать посылки. То есть, за бечевку цеплять и носить. Сейчас, да, тоже можно, наверное, что-то цеплять, что-то носить. Но я, честно, ни разу не применял этот инструмент. Ну, есть и есть, что называется. Так, следующий. Это у нас отвертка прямая. Не очень удобная, но иногда тоже может пригодиться. Дальше. Вот тут сейчас сложно достать. Поэтому сначала открою штопор. И достану стамеску. Маленькая стамесочка. Тоже, ну, пару раз мне в жизни такой инструмент пригождался. Когда-нибудь что-нибудь мелкое подцепить, когда нож не лезет туда. Так, дальше штопор. И на штопоре у нас идет отвертка для очков или часов, как кому угодно. Вот. Здесь в плашке спрятан еще один инструмент. Это иголка. Ну, или булавка. Я, кстати говоря, сюда пихал иголку для шитья. Тогда это становится чуть более функциональным. И пару раз у меня такое было, что от рубашки отлетал пуговица. Раз, вытащил, подшил. Вот. Дальше. Казалось бы, на этом все. Я вам все показал. Но нет, друзья. Здесь еще в самих плашках есть стандартные виксовские зубочистка. И есть пинцет. Зубочистки, пинцет, нужные инструменты, честно. Мне часто пригождаются. Пинцет. Вот. И еще, раз уж это прям самый дорогой, самый крутой викторинок, здесь есть стерженек, ручка. Можно пописать. Кому кажется, неудобно таким образом писать, можно сделать вот так. Сейчас пригодится крюк. Смотрите внимательно. Раз. Крюком зажимается. Берем вот так. И пишем что-то. Вот такой, друзья, ножик. Самый крутой, на мой взгляд. Самый нафаршированный. Самый дорогой. Хотя нет, есть викториноксы дороже. Но это легенда. Это прям, вот, это свистчемп. Теперь он у меня есть. Я вам показал, что в нем находится. Опять же, друзья, если нужно подешевле, пишите в комментариях. Расскажу, где купить. Подарил я его сам себе на Новый год. И очень и очень счастлив. Это был канал Миклуха Макфлай. Любите ножи. Подписывайтесь на канал. С Новым годом. Пока-пока.